езана 2076 ну что ж до 4 сегодня мы уже с этим соперником играли и я умудрился проиграть так но я не помню как поэтому не могу здесь по поводу дебюта ничего прокомментировать был он такой или не очень так на е4 я размениваюсь хорошо успеваю на же 5 забросить слона да правда его выменивают сразу же но убил у черных есть вот эта боль и как они от этой боли будут избавляться мы посмотрим в дальнейшем младя на е1 хотел на едва пойти но потом увидел что будет где-то будет c5 так напал пока на слона просто напал просто на слона и соперник бьет но это мне кажется ошибка грубая позиционная потому что мало того что слон остается в ауте так еще и вертикаль открытая конечно же будет наша далее только аккуратность требуется мне кажется что огромное-огромное преимущество у белых гигантских размеров исполинских размеров преимущество на д6 я ставлю ладью так а это что означает ну допустим взял еще раз ладью на д6 так чистая чистая техника я надеюсь я надеюсь это будет чистая техника так сюда даже f4 сыграю так тем более пешку е5 давно поддержать пора было а слоны у нас кстати одноцветные остались мне казалось что они разноцветные но соперник тогда отдал все-таки чернопольника да я уже вспоминаю этот момент хорошо h4 короля на h2 наверное поставлю чтобы шахов не было и где-то ладья d8 там заползу и поем все пешки соперник атаку задумал нежданно-негаданно какой смелый а если сюда ферзь h5 так съели вертикаль то наша она была нашей остается нашей но соперник кажется кажется вырывается вырывается из моих цепких лап эх ему бы ц5 сыграть было бы вообще роскошно но не получилось теперь нам стоит оценить эншпиль потенциальный в чью он пользу какой эншпиль точнее даже сказать выбрать выбрать эншпиль нужно ладно давайте пока вот так как-нибудь сыграем b4 пусть бьет сам если хочет пусть бьет сам благодаря пешке f если на d6 кто-то побьет ладья побьет то естественно у нас будет преимущество будет защищенная проходная но возможно бить он не планирует совершенно так если забрать на d8 забрал на d8 сюда ключевое поле f6 если на f6 мой король попадет это будет победа и вот я играю h3 и у черных цукцванг я попадаю на f6 так ага нужно еще здесь подумать подумать лишний раз если прямо сейчас размен взяли взяли либо а4 играть либо нет а4 нужно ли нет оппозицию по идее надо занимать нам поэтому давайте продвинем прямо сейчас займем оппозицию а елки с палками нет неправильно все сделал неправильно все сделал я да ну такая вот не чистая техника в итоге получилась может соперник на победу сейчас еще поиграет но b6 будет ошибкой мне кажется ну ладно я забрал похоже на победа в итоге хотя пешка c конечно намекает на ничью но слишком ей далеко бежать просто на c2 оставлю в ферзя и это победа но там все это чудесным образом разрешилась для меня потому что конечно же должно было быть ну должна была быть ничья соперник решил сам поиграть на победу но и где-то ошибся в эншпиле мы сейчас вот как только он сдастся или получит мат мы посмотрим а пока я напоминаю друзья что в это воскресенье в 19.00 состоится очередной стрим поэтому приходите будет в этот раз турнир то есть не просто игра со зрителями мы создадим турнир но турнир на ли чес я говорил что будет скоро на шахматной планете первый этап кубка youtube канала гарри ризан так вот я выяснил что у нас по воскресеньям на шахматной планете платный день а не у всех наверное есть платные аккаунты поэтому надо с этим что-то делать надо с этим что-то делать бесплатный день среда но в среду я никак не могу проводить этот турнир никак не могу вести стрим и вообще запись пока поэтому надо будет подумать либо мне что-то со средой делать либо нам какой-то другой вариант искать давайте здесь анализировать партию и вернемся знаете куда куда мы вернемся вот сюда вернемся здесь показывает стокфи что равная позиция а вот после этого хода мат в 21 ход в 19 ходов уже насчитал мат я конечно правильно взял но соперник ну сглупил сильно сглупил может быть b6 стоило сыграть b a король c8 король е7 король c7 нужно было играть король c7 и там после а4 вот король c7 здесь у меня есть выжидательный ход а4 и на король c8 есть неожиданно абсолютно а6 как это все исполнить за доской какая-то фантастика b a и теперь угадайте что угадайте что а5 подождите а просто король d6 нету если король d6 то что все равно победа конечно же просто стокфиш показывает то что ему ближе хода опять король d6 здесь просто выигрывает да потому как пешка c6 теряется но это все в классику можно придумать может быть в рапиде если еще время недостаточно но в блице но не так это все просто а4 потом а6 а если здесь вместо а6 вот так сыграть а и здесь победа ну здесь проще здесь победа после король b8 а6 и там пешку c мы заедаем да вот так все происходит хорошо после хода в партии так я взял b a после хода в партии здесь уже конечно же наверное шансиков не было да везде стоит хороший ход находится а4 либо пешка c теряется черная и наша проходит либо он забирает пешку c нашу но наша пешка а проходит так а что вот меня интересует что здесь было бы если бы вместо а5 b6 сыграл он все равно все плохо но брать нельзя да брать нельзя вот так играем но если он сам берет то там естественно отъедается пешка c в итоге куда ходить куда не походи там сюда сюда ну и дальше каким-то образом он сюда я сюда он сюда я сюда и пешку c съел так ну и наконец после b6 если король е7 что он здесь может сделать а5 еще может попробовать ну тогда король е6 то есть мы ничего не берем и наша цель съесть пешку c хорошо как удобно как удобно со стоксишом анализировать с новым процессором стоксиш стал работать быстрее а я думал это все зависит от интернета от сайта от чего-то еще так ну и собственно собственно что еще посмотреть можно а вот если b6 почему нельзя бить мы посмотрим если взяли на b6 вот это я видел это я за доской видел что брать как-то нехорошо смог бы я отказаться за оставшиеся секунды от этого хода большой вопрос но здесь токсиш показывает что ничейка но c5 он здесь показывает взяли взяли но и здесь бежим бежим за королем и демонстрируем знать знание теории о том что если горизонтальную позицию держать короля не выпускать то будет ничейка потому что крайняя пешка не проводится